добрый день уважаемые коллеги рада вас приветствовать на вебинаре напишите пожалуйста все ли вам хорошо видно и слышно хорошей у нас с вами связь сегодня мы поговорим с вами об организации повторения в начале учебного года воспроизведения знаний в новых связях в уроках окружающего мира я представлю зовут меня галяшина полина аликовна я ведущий методист издательства беном лаборатории знаний хорошо спасибо вижу что мы начинаем с вами работать у вас связь хорошо налажена и так о чем мы сегодня будем говорить мы с вами поговорим о том что такое повторение как выстроить процесс повторения как он выстраивается в курсе окружающего мира и вообще в системе развивающего обучение занкова как относится относился леонид владимир занков к повторению на уроках окружающего мира и в целом на других уроках в системе развивающего обучения и разберем различные примеры как мы будем организовывать как повторение на урок окружающего мира в начале этого года но и не только как мы осуществляем повторение и так давно известно что повторение и прочность знаний она достигается благодаря повторений но знание этого не отвечает нам на вопрос как именно построить это повторение на уроке и для того чтобы знание по окружающему миру в частности были достаточно прочные а ведь у нас интегрированный курс который включает себя достаточно большой объем знаний это и коммунитарные область знаний из истории и естествознания это и биология и даже химия физика такой предприятический курс у нас достаточно большой объем знаний приходится с нами знакомить учащихся с этими знаниями так вот прежде всего давайте вспомним какие вообще рациональный способ повторения учебным материалом есть первых это пассивный способ повторения ну когда ученик несколько раз перечитывает материал зазубривает есть у нас активное повторение то есть когда ученик читает повторяет материал закрывает книгу устанавливает какие-то пробелы пересказывает еще рассмотрит и так далее и есть еще один вид так называемый осмысленное активное повторение вот как раз именно этому виду повторения уделял больше внимания и говорил о его больше высокой результативности для них владимир занков что это за активное осмысленно активное повторение то есть она будет приносить пользу в том случае если ученик и школьник понимает содержание читаемого текста он устанавливает взаимосвязи осознает связи между мыслями которые выражены в этом тексте еще есть другие разные методы сейчас повторением это например повторение распределение повторения во времени когда мы повторяем несколько в течение допустим первых 15-20 минут потом психологи рекомендует повторить через 8 9 часов и потом уже уже через 24 часа то есть существуют разные приемы которые мы используем с вами для того чтобы повторить материал и он у нас уложился учащихся но предположим мы используем эти приемы и различные методы для того чтобы материал освоен хорошо но тем не менее повторение оно должно быть и мы должны его на уроках проводить и если нет времени что делать как организовать и вообще нужно ли повторение вот этим вопросом задавался многие психологи и педагоги я действительно если задуматься взрослые когда мы с вами читаем какую-то литературу когда мы идем с вами на спектакле рассматриваем картины получаем какую-то информацию очень часто она у нас остается в памяти достаточно давно надолго и в общем то мы ее не не заучиваем специально и почему это так происходит потому что мы ведь эту информацию постоянно обдумываем мы задумываясь о том что мы увидели о том что прочитали мы пересказываем это коллегам или делимся своим впечатлением с окружающим то есть таким образом это идет уже непреднамеренное повторение или допустим человек который взрослый опять же пример получает профессию в рамках этих профессиональных каких-то знаний он же не получив эти знания на протяжении всей своей жизни он работает своей профессии он не возвращается не заучивает заново не повторять почему потому что эти знания к ним постоянно возвращается ситуации необходимости возникает именно этих знаний он их использует своей практической деятельности то есть мы тоже будем говорить о непреднамеренном повторении этих знаний то есть получается что можно разделить повторение на два вида преднамеренно когда вот как раз используются все приемы которых я говорил активное пассивное повторение и тогда человек перед собой ставит конкретную задачу и для того чтобы нужно мне освоить или запомнить этот материал и использовать разные методы приема чтобы это сделать материал усвоился и есть непреднамеренное запоминание когда мы не ставим перед собой определенные задачи но материал сам по себе у нас откладывается в памяти и соответственно когда мы должны учитывать и в повседневной жизни и жизни школьной жизни а часто бывает так что учитель забывает об этом непреднамеренном запоминании и дает материал ученику например выучить или дать сделать пересказ текст по окружающему миру и получается так что тот материал который должен был бы сам по себе освоить ребенок он ребенком заучивается многократно повторяется многократно читает и теряется как раз понимание этого текста идет во вред уже ученику его развитию и поэтому необходимо получается у ребенка привычка вырабатывается все время просто зубрить текст не осмысливать не понимать его а зубрить это тоже конечно вредит в дальнейшем в дальнейшем ученик последующих классов старших классах осваивать какие-то сложные науки то есть необходимо понимание у него он просто идет зубрежка и поэтому учитель когда готовится к своему уроку он должен отделять материал тот материал который предложит для запоминания от того материала который будет просто для непреднамерен непреднамеренного запоминания так вот какие условия нам нужно с вами создать на уроках для того чтобы для того чтобы можно как можно больше сохранилась нашей памяти без специального повторения первое условие это интенсивная умственная работа на данный материал многие психологи и педагоги проводили свое время разные исследования в этой области и в том числе и зимченко психолог который проводил приведу пример исследования в эксперименте участвовали две группы одна группа участников эксперимента получала шесть фраз и им нужно было эти фразы в этих фразах ставить орфографично найти орфографические ошибки ставить они выполнили это задание после выполнения нужно было их неожиданно спрашивали чтобы они повторили эти предложения конечно где-то 45 процентов всего лишь справлялись с этим заданием и вторая группа участников эксперимента им нужно было не только вставить орфографические ошибки а в этих предложениях там были ошибки по смыслу то есть нужно было при применить больше интеллектуально какого-то труда и размыслить над этим предложением и они практически на сто процентов справились когда и предложили восстановить в памяти эти фразы то есть подтверждается то мнение что человек может и не стараться запомнить материал но если он глубоко вникает в содержание читаемого текста то материал хорошо и прочно сохраняется в память второе условие на которого я хотела бы обратить внимание до большое значение имеет первое чтение текста или восприятие наглядного объекта то есть это именно в прочности сохранения в памяти знаний почему потому что на это сейчас учителя тоже мало обращать внимание думая о том что я даю этот текст с расчетом и ученик и учитель рассчитывать на то что впоследствии будет много раз его повторять то он не обращать внимание на не должного внимания не уделяет именно первому чтению текста восприятие самого первого а ведь системе занкова всегда поэтому именно когда мы только-только начинаем работать с текстом с новой информации мы вовлекаем все психические действия ребенка до деятельность то есть и эмоции и воли и эстетическое восприятие от текста это касается любого текста и художественного и научно-фоблистического и мы беседуем стараемся создать ситуацию удивление восхищения чтобы детям как раз отложилось именно вот это в первое самое восприятие текстом было сказывалось на том чтобы ребенок дальнейшем лучше вспоминал материал следующий третий пункт это широта знаний но здесь имеется ввиду не только объем знаний а скорее здесь имеется ввиду связь между теми понятиями которые ребенок осваивает при изучении какого-то нового материала то есть если в процессе обучения связь последовательно и умело выявляется между понятиями то есть все понятия выстраиваются единую стройную систему то такие знания конечно они лучше осваиваются запоминаются и вот все новые сведения новые знания которые появляются в результате установления взаимосвязи между понятиями они как раз вот и влияет на то что увеличивается широта знаний и такие результат от такой деятельности будут куда больше нежели от если мы просто много раз будем повторять одно и то же и вот четвертый пункт органическая связь между элементами многообразия разносторонних этих связей сегодня об этом буду тоже очень много говорить что это очень важно чтобы мы с вами устанавливали все время совершенно разные новые взаимосвязи с разных точек мнения взглянули на какой-то одно и то же понятие какую-то одну и то же тему что нам помогает с вами достигать этих результатов увеличить прочность понимания прочность знаний полученных в ходе изучения окружающего мира но первое это конечно содержание учебника содержание курса который выстраивается в соответствии с дидактическими принципы с принципами и методическими подходами развивающейся системе обучения для них владимировича зонкова во первых очень кратко сейчас я пробегусь и вы просто вспомните насколько вспомним с вами эти дидактические принципы видите как действительно это сильно перекликается и с темы сегодняшнего моего выступления с тем что нужно что повторение ну как-то как организовать повторение на уроках что это заложено в самой системе в самой структуре учебников содержание учебников итак первый пункт это обучение на высоком уровне трудности соблюдением меры трудности здесь мы говорим о том что с детьми вот как раз с первым пунктом да то есть постоянно материал должен вызывать какую-то интеллектуальную работу и мы говорим о том что обучение ведется в зоне ближайшего развития учащихся да они постоянно как говорил леонид владимирович зонков только такой учебный процесс который систематически дает обильную пищу для напряженной умственной работы может служить быстрому интенсивному развитию учащихся но и в том числе и закрепление того материалу которым и и хорошо его освоение которым и детям предлагаем и соответственно вторая ведущая роль теоретики второй принцип ведущая роль теоретические знания то здесь имеется ввиду что опять же мы в первую очередь даем понятия и устанавливаем взаимосвязи между этими понятиями и поэтому ребенок когда изучать материал он понимает о чем должен понимать о чем идет речь не просто заучивать какие-то понятия да они становятся бессмысленным заучивание а должен как раз понимать эти какие-то новые знания понимать явления погодные допустим если мы их изучаем в рамках окружающего мира и эти знания причем ученик должен приобретать в ходе практической деятельности то есть он самостоятельно приходит к ним он осознанно подходит понимать и понимает то что мы предлагаем детям изучить быстрый темп прохождение учебного материала что здесь имеется ввиду то есть данный принцип затрагивает и не количественную скорее а качественных характеристику то есть требуется движение вперед когда мы не топчемся на одном и том же месте не один и тот же материал предлагаем детям задание на повторение необходимо связывать с новым материалом чтобы ученики чтобы изучение нового происходило переосмысление уже известного и позволяло увидеть проблему с ног точки 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 зрения здесь мы будем говорить о скрытом повторении или повторение без повторения осознание процесса учения то здесь конечно мы говорим о том что ученик должен знать что он изучает для чего он это изучает что для него это важно изучение этой темы соответственно чтобы ученик мог определить то что я знаю уже и не знает регулятивно универсальные учебные действия которые мы с вами тоже у них должны обязательно формировать и как раз когда мы показываем тему во взаимосвязи то есть предыдущий материал изучен с новым материалом то ребенок как раз учится отделять то что он знает то что ему необходимо изучить для того чтобы понять новую тему соответственно умеет разделять эти вещи целенаправленная систематическая работа над общим развитием всех учащихся классов включая слабых то есть здесь мы говорим о том что в обучении образовательный процесс мы включаем и слабых детей и сильных детей как именно это происходит мы даем много аспектное задание которые позволяют включить в работу детям с разных уровням познавательной деятельности то есть это разно типа познавательной деятельности наглядно действенным наглядно образым словесным и grund логическим то есть при этом развития слабых детей идет не за счет того что они постоянно А за счет того, что мы их включаем в коллективную поисковую деятельность, и каждый ребенок имеет возможность что-то на своем уровне сказать, например, если это в беседе в коллективной, да, отметь. И в то же время и сильные ученики при этом, они не ждут весь класс, пока их догонят, да, а тоже в этой беседе или в коллективной познавательной деятельности на своем уровне тоже отвечают и работают, познают какой-то материал. Методические свойства системы. Свойства процессуальности тоже, мне уже привлекалось с этим и говорилось, что в соответствии с этим свойством каждая тема входит в качестве зависимого элемента в непосредственную связь с новыми темами. Свойства коллизия. То есть это тоже, если мы говорим в рамках темы сегодняшнего выступления о повторении, то тоже помогает нам вот эти ситуации, коллизию повторять пройденный материал. Потому что что значит коллизия? Когда мы сталкиваемся с предыдущими знаниями, нам недостаточно для того, чтобы изучить новый материал. То есть идет столкновение прежних изученных знаний, материала с новыми какими-то данными. И для того, чтобы их открыть, какие-то новые сведения, новые данные, нам нужно актуализировать предыдущий материал. И свойства вариантности, это как раз позволяет учителю организовать процесс повторения на любом этапе урока, в рамках любого задания, которое он выстраивает и выстроит по-своему, как он это видит и понимает. Второе, что нам помогает с вами организовать повторения в курсе окружающего мира, это система вопросов и заданий, которые предложены авторами учебников. Вы видите, здесь я привела пример заданий, условных обозначений, которые есть в учебнике. И вот, например, вопросы и задания, которые обозначены знаком вопроса, они есть в каждом параграфе и показывают, направляют учителям тем, где используют эти задания. В основном они предлагаются между изучением нового материала и прежнего материала. То есть начинаем новый материал, нам дают, авторы предлагают разные задания и вопросы, которые нам помогают повторить предыдущий материал. Или между различными абзацами одного параграфа, тоже для того, чтобы мы установили вот эти взаимосвязи внутри одной темы, для того, чтобы дети могли выстроить вот эту систему знаний и понятий. Также есть задания практического характера, которые, мы говорим, усваивается материал лучше практической деятельности. Есть задания на проверь себя, то есть на повторение того, что было изучено на уроке, можно это дать в качестве домашнего задания. И предлагаются знаки, когда мы работаем в паре, работаем в группе. То есть понятно, что есть задания, которые лучше всего, они будут эффективнее, если мы их будем выполнять именно в группе. То есть то задание, или в паре, то есть то задание, которое один ребенок справиться не может. Поэтому ему необходима будет помощь группы и своего одноклассника, соответственно, универсальное учебное действие. Здесь мы тоже развиваем, повторяем. Мы же говорим, если повторение, то не только знания, умения, науки, да, но и метапредметные результаты. Мы тоже должны повторить те умения, которые были у нас с вами сформированы в рамках предыдущего года обучения. Ну, давайте посмотрим пример. Здесь приведу... Сейчас я настрою. Природные зоны суши и земли. Посмотрите, допустим, в третьем классе такая тема предлагается. И вот видите, она разбивается вопросами на отдельные участки информации. И вопросы нам помогают актуализировать предыдущие знания, повторить предыдущий материал. Допустим, вот работа со схемой, с таблицей, со схемой, которая предлагается. Объяснить цепочку связей в природе, что является причиной, а что следствием. По каким причинам может измениться животный мир природной зоны. То есть для того, чтобы детям понять, что такое причины и следствия, мы должны вспомнить материал, который был пройден в третьем классе до этого параграфа, например, климат и почва, что это такое. И, соответственно, растительность животный мир, что это такое, в рамках пройденного материала второго класса. То есть и взаимодействие. Что было первоначально? Для того, чтобы растительный климат и почва, они создают определенные условия неживой природы, которые являются основой для создания жизни на Земле. Так вот, например, климат и почва. Если говорить холодные погодные условия, какая будет почва? Богатая она будет или бедная? Если о жарком климате мы говорим, например, жарко в пустыне, то, соответственно, и почва будет мало, жарко будет мало, допустим, высокие температуры. Значит, здесь мы вспоминаем растительность. Вспоминаем второй класс, какие условия необходимы для жизни растений. Что это влага, что это тепло, что это почва. Если мы говорим о жарком климате, соответственно, что здесь будет отсутствовать? Здесь будет отсутствовать влага. Если мы говорим о холодном климате, что здесь, какое условие будет отсутствовать? Таким образом мы говорим, значит, на растительность будет влиять климат и почва. То есть смотря какая формируется, такая будет растительность. Дальше говорим о животных. Для того, чтобы нам установить эти взаимосвязи, понимать, то есть климат и почва это причина, следствие растительности животный мир. Животные какие во втором классе мы с вами проходили, что по типу питания бывают травоядные, бывают хищные. Если мы говорим о растительности, как меняется растительность? В зависимости от этого меняется животный мир. Если травоядные животные, есть растительность для них, богатая растительность, они питаются достаточно большим количеством животных определенного типа, характерной для той зоны, в которой они будут жить. Где именно та растительность, в которой они питаются. Хищные тоже влияют, например, если есть что покушать, травоядных животных много, соответственно, и хищных животных будет много, будет на кого охотиться. Изменяются условия, например, растительность меньше становится, соответственно, меньше травоядных животных, меньше хищников и так далее. То есть это все взаимосвязано. То есть является, опять же, причиной и следствием того, что на определенной территории формируется определенная природная зона, для которой характерны определенные климатические условия, определенная почва, растительный и животный мир. При этом природные зоны мы рассматриваем условия жизни человека, то есть еще с одной точки зрения. А как природные зоны воздействуют на условия жизни человека? Здесь мы можем тоже порассуждать и вспомнить предыдущий материал второго класса, первого класса, когда мы говорим о том, как человек приспосабливался. Ну, в первом классе мы об этом говорили, да, какие мы разные, например, да, что живем в разных условиях. То есть здесь тоже повторяется материал предыдущих лет обучения. Еще вопрос, который предлагается выполнить в группе. Может ли человек жить, не оказывая влияния на окружающую его среду? Обоснуйтесь оба варианта ответа. Да, может, нет, не может. Здесь мы тоже можем порассуждать. Здесь уже воздействие человека на окружающую среду. Вспоминаем тоже экологические темы, которые были, затрагивали мы во втором, может быть, в первом классе. Во многих жарких пустынях встречаются занесенные песком города. Раскопки показывают, что в прошлом здесь была богатая растительность. Почему она погибла? Из-за изменения погоды или климата? То есть, посмотрите, в предыдущем ответить на этот вопрос мы не можем, прежде чем не обратившись к тем знаниям, которые были получены предыдущие, что такое погода и климат. То есть, опираясь только на эти знания, что климат — это многолетний режим погоды, а погода — это изменение местности в данное время, в данной местности. Если мы повторили и видим, что дети понимают разницу между этим понятием, тогда они смогут разъяснить этот новый материал, ответить на этот вопрос. То есть, таким образом мы включаем предыдущие знания, совершенно рассматриваем с новых точек зрения, новых взаимосвязей, с точкой зрения совершенно, вот можем ли мы, если в жарких пустынях, почему была когда-то растительность и почему она вдруг изменилась, эта растительность, с чем это связано. Третья помощь, к которой мы обращаемся для того, чтобы организовать повторения на уроке — это многоаспектные задания, в которых сочетается разный уровень обобщения, теоретический и практический материал из разных разделов учебного предмета. В таких заданиях знания представлены на разных уровнях — репродуктивным и творческим. Это дает возможность каждому школьнику проявить свои сильные стороны и развить те, которые недостаточно сформированы. То есть, вот как раз мы сегодня уже про это говорили, давайте посмотрим на примере. Продолжим рассматривать тему природные зоны. И здесь, после того, как мы изучили эту тему, разобрали природные зоны, предлагается такое задание. Один ученый говорил, что если его отвезут с завязанными глазами в любой район Земли, опустят яму и развяжут глаза, то по виду почвы он определит, где находится, каковы там климат, растительность и животный мир, о каких взаимосвязях знал ученый. То есть здесь мы, опять же, можем, отвечая на этот вопрос, дать, предоставить возможность всем детям поучаствовать в обсуждении этого вопроса с разным уровнем познавательной типа деятельности, да, и, соответственно, повторить очень много материала, который был пройден. Потому что для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно с вами много что понимать и знать разные взаимосвязи. Ну, допустим, где находится, каковы там климат, как мы можем понять, какой климат. То есть здесь ребенок должен, вспоминаем с детьми, а как климат влияет. То есть здесь тоже, мы говорим, на высоком уровне сложности соблюдение меры трудности. То есть если ребенок не может рассуждать вместе с вами или самостоятельно делать предположения, то мы даем наводящие вопросы, с помощью которых мы обращаемся к предыдущему материалу и разъясняем, как же климат воздействует на почву. То есть мы вспоминаем пустыню, опять же, да, жарко, сухо. Соответственно, скорее всего, здесь будет песчаный, например, состав почвы какой. Больше преобладать будет песок. Климат какой? Жаркий, сухой, соответственно, мало будет растительности взаимодействия. Значит, растительность будет небогатой, это почва. Если это животный мир, тоже мы как мы взаимосвязи можем просмотреть, что или какие-то остатки живых организмов, например, да. Если мы можем определить, допустим, почва будет какая-то у нас темного цвета, значит, большой слой перегноя. Значит, это влажная почва, потому что перегной накапливается в условиях, где климатические условия благоприятны для большого количества растений. Опять же вспоминаем, какие условия необходимы для растений. Значит, много растений благоприятны для того, чтобы происходила переработка этого материала. Если светлая почва подзулистая, например, то есть мы можем судить о том, что это возможно в климатической зоне, где большое количество осадков, то есть промывается верхний слой, вверху светлее, чем внизу темнее. То есть из-за осадков промывается, все вниз спускается в почву, пропускаются питательные вещества, и, соответственно, такое идет обесцвечивание. То есть здесь мы тоже устанавливаем вот эти взаимосвязи, и в то же время мы изучаем почву, повторяем, какие типы почвы, в каких условиях, с чем это связано. Если, опять же, растительное животное мире, если мы находимся в яме, то мы можем судить о каких-то остатках растений, листья, например, или этой волки. То есть, соответственно, на них сделалась вывод какая-то растительность. Лесная это растительность, широколистые леса, или это хвойные леса, или это преобладает травы какие-то тоже. То есть это все мы с вами таким образом рассуждаем, повторяем, пройденный материал, устанавливаем вот эти взаимосвязи, которые у нас есть между живой и неживой природой. Ну и мы говорим о повторении именно в начале учебного года. Я думаю, что важно сейчас особенно повторять, обратить учителю внимание на тот материал, который был в прошлом году, в четвертой четверти, был пройден дистанционно, и поэтому можно планировать свою работу, когда мы, как я сейчас вам предложила, сравнить те темы, которые были предложены наконец в первом классе четвертой четверти, и какие темы мы будем изучать в первой четверти во втором классе. Как видите, здесь, в общем-то, у учителя, наверное, не возникнет особо затруднений, потому что темы многие пересекаются. Наша Родина, Земля и труд, загадки Земли, связь прошлого с настоящим, Земля, Родина, космонавтики. То есть учителю более понятно, как мы можем связать предыдущие темы с новым изучением, с новыми темами. И тем не менее, учебник и задания в учебнике помогают нам с вами это сделать, и дальше мы посмотрим, каким образом. Если мы будем говорить, допустим, во втором классе четвертый четверть, третий класс, первый четверть, с одной стороны, это может насторожить многих учителей, да, казалось бы, как живая природа, те, которые работают в традиционной системе обучения, живая природа, здесь во втором классе мы под конец года изучали жизни растений, грибы, животных, бактерии, гигиены. А в третьем классе мы с вами изучаем неживую природу, как нам это повторить, где это нужно включить, в какие разделы, какие темы, чтобы узнать, освоили ли эти материалы, приведущиеся больше скорее к самостоятельному изучению, который был предложен. Ну и здесь тоже мы с вами, нам помогает структура учебников, мало того, что, конечно же, мы рассматривали не отдельные темы растений, грибы, животные, а во взаимосвязи к живой-неживой природе рассматривали, как воздействует неживая природа на жизнь растений, да, или растения, как могли повлиять на неживую природу. Но так как эта тема могла быть упущена, именно взаимосвязи с учениками не было возможности, например, выстроить, да, побеседовать на эту тему. Поэтому, опять же, тем не менее, переживать не нужно, и я вам покажу, что и в третьем классе, и в рамках даже этих тем у нас есть задание, которое помогает нам с вами повторить пройденный материал. И в третьем классе, в четвертый четверть, четвертый класс первой четверти, да, то есть пока смотрим исторический материал, географический материал, который пришелся наконец в четвертой четверти, в третьем классе, то есть мы изучали Азию, казалось бы, совершенно противоположно. В четвертом классе мы начинаем, ну, если опустить вот эти пять часов, которые человек и мир созданы им, там, понятно, это тема более обобщения, то есть здесь мы тоже можем много что повторить, это тоже учителю видно. Ну вот, например, изучая наши соседи на Западе, казалось бы, да, Западная Европа, здесь Азия, здесь Западная Европа, в России в XVII веке нам предлагается изучать нашу страну, Восточная Европа, да, а здесь Западная Европа, рыцарь, совершенно другое время, то есть как повторить и как включить. Мы сейчас об этом немного вам покажу, что переживать в этом отношении не нужно. Наши учебники по системе Занкова, по окружающему миру, Нина Ильякова Дмитриева и Аркадия Николаевича Казакова помогают нам с вами выстроить это повторение материала. Итак, допустим, во втором классе мы смотрим первую тему, общий взгляд на Землю. Как видите, мы здесь в рамках этой темы можем спокойно и вспомнить, где мы живем, обсудить схему окружающего мира, то есть вспомнить космическую тему, которую мы изучали, космос, Вселенная, Солнечная система, планета Земля, то есть это мы все повторяем, повторяем географический материал, пройденный во втором классе, повторяем то, что мы знаем, наша страна, где находится, знаем карту, столицу нашей страны и все символы государства. Мы можем повторить также вот задание, в каких природных условиях вы живете, какая зима, какое лето в вашей местности, какие животные и растения встречаются, знаете ли вы, какой была ваша местность в далекие-далекие времена. То есть вот это задание нас нацеливает повторить времена года, повторить, какие животные и растения встречаются, какие животные, а какие царства животных, здесь мы можем порассуждать, вы знаете группы животных, а растения какие встречаются, какие виды растений мы знаем, какие группы растений в нашей местности. Приведите примеры, то есть то, что было пройдено во втором классе, приведите пример этих растений и животных. И здесь можно на территории вашей местности все это изучать и повторять. Знаете ли вы, какой была ваша местность в далекие-далекие времена? То есть здесь мы с вами повторим тему, например, как жили наши предки, то есть какая была местность в те времена. На примере нашей с вами области, района, региона и дальше мы можем выйти тоже, то, что близко и знакомо, выйти дальше на уже повторение на территории России. Рабочие тетради хорошо нам помогают с вами организовать процесс повторения. Многие задания, которые в них предложены, они как раз, посмотрите, направлены не только на повторение знаний, но и на повторение тех умений метапредметных, которые были освоены в предыдущем первом классе в данном случае. Вот одно задание. Распределите объект на группы, поставьте соответствующие цифры, дайте каждой группе название. То есть здесь то умение, которое вы видите на экране, на классификацию, на обобщение по основаниям, которые мы указываем, три группы. Ребенок, с одной стороны, он справится, потому что он знаком. Если в традиционной системе мы предлагаем материалы, он делит на три группы, какие одежда здесь будет объединяется, и транспорт, и жилище. То есть если мы говорили о традиционной системе обучения, то этим бы ограничилось. То есть мы дали новые какие-то виды одежды, новые виды, например, жилищ, новые виды транспорта. Мы повторили бы с новым материалом здесь в рамках этого задания темы виды транспорта, которые в первом классе пройдены, как жили наши предки, потому что мы здесь смотрим одежду, например, рубаха такая национальная, русская. То есть это тоже повторяет материал, что это за рыба, кто ее носил. Или, например, повторяем вообще это умение. Но в системе Занкова, о чем мы говорили с вами, мы должны не только дать новый материал, но еще должны по-разному представить этот материал в других условиях. То есть изучение нового материала нам нужно в взаимосвязи с предыдущим материалом. И поэтому здесь такое задание дополнительно, в отличие от, например, традиционных систем, карандашами разного цвета обведите в каждой группе объект, который человек сделал первым. То есть здесь нужно ребенку, а смысл не только проклассифицировать, разделить на группы, но еще подчеркнуть именно тот объект, который был первым создан. То есть с исторической точки зрения. Это уже с новой точки зрения мы изучаем этот материал. Предположим, допустим, одежда. Вы видите разные виды одежды. Что было первично, например, одежда, ну, жилетка, наверное, здесь и шкура из меха, или шкура животных, или вот эта рубаха. То есть мы вспоминаем материал, как жили наши предки, что было изначально. Или типа, например, транспорт. Здесь даже ситуация коллизий, потому что, например, изучаем виды транспорта, мы можем смотреть лодка и телега. Здесь у детей вызовет затруднение, что было первично. А здесь мы можем как раз повторить тот материал, который был в предыдущих годах обучения, и дать какое-то новое, что первично было. А что использовали раньше вместо колеса, вспоминаем, а как жили наши предки. Если не было телеги, что было в замене этого, как передвигались. Или лодка, например, насколько давно она была изобретена. Ну и, конечно, правильный ответ – это лодка будет, самое первое было изобретено колесо, было изобретено значительно позднее. И вот если мы с вами прочитаем и обратимся к тексту Леонида Владимировича Замкова в беседах учителя, то мы увидим с вами такие слова. Эти советы правомерны. Конечно, вносить элементы нового при повторении гораздо лучше, чем требовать простого воспроизведения заученного. Однако методика, которая характерна для экспериментальной системы начального обучения, то есть системы Замкова, идет гораздо дальше. Приобретение новых знаний, выполнение новых заданий строится так, что возвращение к пройденному становится совершенно необходимым. То есть, чтобы ответить на этот вопрос, который предлагался, нам просто необходимо было вспомнить, что было изучено во втором классе. Возвращаясь к пройденному, школьник в то же время делает существенный шаг вперед, ранее приобретенные знания предстают в другом виде. То есть он, выполнив это задание, обогатился еще новыми знаниями. Ну и вот, например, загадки Земли во втором классе. Здесь я пропущу, тоже побыстрее пройдусь. То есть, как вы видите, например, задание рассмотреть рисунки одной и той же местности в разных периодах развития Земли, что вы узнали. То есть тоже мы здесь повторяем то, что было пройдено в первом классе, какие были животные. Но здесь тоже с точки зрения изменчивости мы смотрим на одну и ту же территорию. То есть не в целом мире, как мы изучали в первом классе, а немножко с другой точки зрения. Какие предметы вспоминаем? Каменный топор, нож древнего человека, допустим, были, древнего человека, а какие пришли к нам из древности. То есть с другой точки зрения мы здесь можем говорить, рассматривать разные предметы и повторять предыдущий материал. Связь прошлого с настоящим, второй класс. Установите связи между рисунками, какие группы предметов вы обнаружили. То есть, казалось бы, опять же, то же самое умение, которое мы с вами продолжаем развивать на деление на группы. Мы повторяем материал предыдущего года обучения. На какие группы? Здесь уже сами дети определяют. И здесь в этом задании есть возможность каждому ученику с разным уровнем включиться. То есть кто-то самый простой может предложить, допустим, предметы, которые двигаются, не двигаются. Кто-то скажет транспорт и связь. Кто-то скажет старые, древние предметы, современные. А кто-то, например, скажет, нет, здесь еще одна группа есть, древние предметы, это карета. А есть еще сказочные, ведь печка, например, ковер-самолет, это не древний предмет, это сказочный предмет. То есть очень много разных здесь аспектов. И обсуждая это вполне задание, мы повторяем, и виды транспорта, и условия жизни, и тему связи, что относится, что значит связи, да, и так далее. Еще к этому заданию есть вопрос. Что дало человечеству о домашнем животных, о выращивании культурных растений? Посмотрите, тоже это связано с связь прошлого с настоящим. То есть здесь мы изучаем, что же влияет на настоящее о домашних животных, как это повлияло. То есть вспоминаем второй класс. О выращивании культурных растений, которые были пройдены в втором классе, тоже мы здесь вспоминаем, как это повлияло в рамках уже новой темы. В третьем классе начинаем только с этой темы изучения материала, природные условия земли, приглашаем к путешествию. И тоже задание на классификацию, разделить объекты на группы. Здесь дети сами должны разделить на группы. Здесь, как вы видите, это ситуация коллизия, потому что по-разному можно представить, будут разные столкновения разных точек зрения. Кто-то предскажет, что можно разделить на группы. Самое простое, самое, которое бросается в глаза при первом просмотре этого задания большинства учащихся – это живая и неживая природа. Тогда ситуация коллизия. Нет, а кто-то скажет, нет, а здесь не только живая и неживая природа, но еще и самолет, это же сделано человеком, вспоминая второй класс и первый класс. Тогда получается ситуация коллизия. Нам нужно разделить только на две группы, а мы здесь уже можем выделить три группы. Как делать? И здесь либо меры помощи можем рассматривать, либо как фиксированное повторение, когда мы фиксируем полученный какой-то ранний материал, схемы, таблицы. Вот здесь, например, в рабочей тетради предлагается заполнить схему окружающий мир и предложить разделить. Сначала мы делим тогда и записываем на две группы живая, вернее, природа и сделанные объекты, сделанные человеком, а потом природу мы уже будем делить на живую и неживую природу. Тема почвы в третьем классе. Тоже, как видите, изучая этот материал, мы повторяем с вами и выполняя практические действия. Нам предлагаются опыты, которые мы можем выполнять с детьми и тоже повторять те умения, которые у детей сформировались, когда они выполняли опыты во втором классе. То есть умение планировать свою работу, определять последовательность действия, кто будет выполнять эту работу, учитель или ученик, да, ставить цели, носить какие-то коррективы, фиксировать результаты. То есть это все умения мы с вами также продолжаем развивать с нашими учениками. Ну и, конечно, знания больше и тщательнее остаются в памяти, больше закрепляются и усваиваются, запоминаются, когда в ходе практической деятельности. Коллизии мы можем встретить не только в виде задания, но и в тексте учебника. Вот, допустим, повторяем, не изучая тему почвы, мы детям задаем вопрос, а почву мы к чему относим, живая или неживая природа? То есть повторяем материал живой, неживой природы, который был пройден в вторых, первых классах. То есть для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно детям спорить, а живой объект, какими свойствами обладать, а неживая природа? То есть дышит, передвигается и так далее. Все это нужно вспомнить, актуализировать, прежде чем ответить на новые проблемы, на новую ситуацию. И вот после того, как они вспоминают эти характеристики, мы приводим выводы. Получается спор, коллизия. И в тексте учебники нам говорится, оказывается, что Докучаев так и назвал почву живое мертвое тело. То есть мы относим его и к живому, можем отнести, и к неживому, если мы рассматриваем в целом комплекс почвы, а не отдельный кусочек почвы. И сейчас немного вперед пройду. Ну и еще продолжая изучать тему почвы в третьем классе, посмотрите, с одной стороны мы изучаем эту тему, с другой стороны нам дается круговорот веществ в природе, схема, по которой мы с вами можем тоже повторить очень большой объем информации и установить новые взаимосвязи с тем материалом, который был пройден ранее. Вот в данном случае для того, чтобы понять эту схему, круговорот веществ в природе, нам нужно понимать, что такое грибы, это материал второго класса, что такое бактерии. Бактерии мы вспоминаем в новых взаимосвязях, что бактерии способствуют образованию перегноя. То есть это в втором классе мы не изучали, а в этом классе мы вернулись к этой теме и обогатили знания бактерий. Вспоминаем круговорот воды в природе, здесь мы можем увидеть о том, что вода просачивается, она вниз проходит, минерально растворяет, минеральные вещества питают растения. Те дети, которым, например, послабее, мы можем дать возможность поучаствовать, задать вопрос на рисунке растения, к какой группе относятся это дерево, кустарник или трава. Докажите, приведите пример, то есть вспоминаем существенные признаки растений, что здесь есть корень, один ствол и так далее. Здесь мы повторяем углекислый газ, то есть состав воздуха мы можем повторять, воздействие неживой природы на живую природу и так далее. То есть разбирая эту схему, мы с вами не только изучаем почву, взаимодействие живых и неживых организмов и как происходит образование почвы, но и как раз повторяем пройденный материал. Задание. В каких климатических условиях быстрее будут перегнивать погибшие организмы, где жарко и сухо, где жарко и влажно, где холодно и влажно. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, ребенку опять же нужно вспомнить, а какие условия необходимы для жизни на планете, благоприятные условия для растений, для животных. И вспоминаем, что основными условиями являются цвет, тепло, влага и, конечно, почва, если мы говорим для растений, питание. То есть, и, конечно, из всех трех вариантов здесь будет очевидно, где жарко и влажно. То есть там, где будут размножаться бактерии с большей скоростью, да, и, соответственно, погибших, перегнивать погибшие организмы будут быстрее, чем нежели где жарко и сухо, потому что отсутствует одной из характеристик, значит, соответственно, меньше будет происходить развитие бактерий и так далее. Конечно, мы обращаемся к экологическому направлению, как человек ведет борьбу с оврагами, какой из трактористов на рисунке правильно пашет поле, а какой неправильно. То есть, ну, это мы изучаем уже просто эту тему, мы в то же время такой вот взаимосвязи новую устанавливаем. Еще один вопрос, который помогает нам повторить материал второго класса. Иногда на голых скалах растут кустарники, деревья, травы. Кто их нам посадил? Что им дает возможность выжить? То есть здесь мы с вами что повторяем? Опять же, какие условия необходимы для жизни растений? Вспоминаем. Вспоминаем тему второго класса суши под солнцем. То есть, как появились там растения? Вспоминаем, что при нагревании горной породы расширяется, сужается, образуются трещины, которые мы проходили в втором классе, параграф был, образуются трещины, и как раз корни растений проникают в эти трещины и задерживаются, удерживаются там. Вода попадает, является источником питания таких растений. И давайте еще раз подтверждение моих выводов с этих практических примеров. Мы с вами обратимся к Занкову, Леонидовичу беседу с учителями, что он говорил, что при обучении по традиционной методике знания даются в большей части изолированы друг от друга, не включены в широкую систему. А в психологии выяснена такая закономерность. Если элементы не связаны или слабо связаны между собой, они не сохраняются в памяти на длительный срок. Отсюда необходимость частых, многочисленных повторений. И несмотря на обильные повторения пройденного материала, он все же легко забывается. Органическая связь между элементами многообразия и разносторонность этих связей, образование хорошо сколоченных систем, достигаемое в экспериментальных классах, приводит к прочному сохранению знаний в памяти школьных. То есть, смотрите, мы с вами выстраиваем какие-то взаимосвязи, постоянно обращаясь к предыдущему материалу. И как раз вот наша с вами работа подтверждается словами Леонида Владимировича Занкова, что мы с вами правильно действуем при работе с учащимися из материала. Вот еще я вам приводила пример, когда мы с детьми ситуация коллизия, определяем почву живое или мертвое тело. Тоже здесь есть в рабочих тетради задание, которым как мера помощи. То есть, если детям сложно в вашем классе порассуждать на эту тему, определить, то вот здесь как раз рисунок тоже похож на задание. Здесь по рисунку мы можем, дети, опираясь на этот рисунок, могут прийти к пониманию, что почва выяснить, живое или мертвое тело, видны растения, животные, корни растений. И здесь же этот рисунок помогает нам вспомнить, а животные какие обитают в почве, какие-то группы животных, насекомые, а какие этапы развития насекомых. Помните, в конце второго класса было то, что личинка жука, например, к чему относятся и так далее. То есть здесь мы можем тоже с вами вспоминать пройденный материал. Еще задание в рабочей тетради. Выберите три комнатных растения, в справочниках или в интернете узнаете родину растений и условия, необходимые для их роста. Какие почвы нужны для хорошего развития, запомните таблицу. То есть, если мы говорим о традиционном обучении, нам бы предложили просто три растения, и нам нужно было поработать с информацией, с дополнительными источниками информации, в таблицу внести название растения, найти, где оно прорастает и необходимый состав почвы. Здесь же, посмотрите, мы комнатные растения, то есть предыдущий материал подключаем. Как эти комнатные растения, в каких условиях они раньше проживали, да, и, соответственно, вспоминаем материал второго класса, какие условия необходимы, ухода для комнатных растений, здесь нужно вспомнить, потому что необходимый состав почвы, это как раз относится, как мы будем ухаживать с этими растениями. Ну и, соответственно, все взаимосвязи мы здесь прослеживаем, когда работаем. Но также, конечно, и не только опираемся на опыт ребенка, на их полученные знания, но тоже обращаемся к источнику информации. Например, название растений, ну, скажем, такие суккуленты, как кактус, да, или алоэ, то есть родина растений такой будет, как Африка, пустыня, допустим, и необходимый состав почвы. Конечно, здесь будет преобладать песчаный состав почвы, и когда мы будем сажать эти растения, нам нужен будет песок, потому что эти растения произошли именно с пустыни, они способны накапливать влагу в жарких условиях. Или, наоборот, растения, например, орхидея, родина растений где? Жаркие Южная Америка. То есть там совершенно другие условия. Какие это условия? Как это повлияло на состав почвы? Потому что нужно обязательно, чтобы был влага, обязательно, чтобы был воздух в этих почвах, потому что их корни определенным образом, да, питаются и так далее. То есть здесь, видите, мы выполняем это задание, в то же время обращаемся к предыдущим материалам, и в новых взаимосвязях нам необходим, чтобы понять какую-то новую тему. Еще один как прием рассмотрим в четвертом классе тема, где и как жили рыцари. Посмотрите, как прием работы с текстом, работы на повторение. В самом тексте учебника есть ориентиры, которые помогают нам организовать процесс повторения. Мы читаем, вы познакомились с природой истории Руси с древнейших времен до 16 века нашей эры. Теперь вы узнаете, как жили в то время наши соседи на Западе Европы. Мы приглашаем вас в 5-е, 16-е века, в Западную Европу, в период, который историки назвали Средневеками. То есть нас адресовывают к ленте времени, вы должны отметить, когда материал был изучен, в какое время, отметить на ленте времени. Сейчас, что мы будем изучать, тоже отмечаем на ленте времени. Вы уже знакомы с природным условием, в котором жили русские люди в Восточной Европе, и многое можете сами рассказать о природе Западной Европы. То есть нас нацеливает, как всегда, вам потребуется географическая карта. То есть нам нацеливает на то, что мы в сравнении будем познавать Западную Европу с Восточной Европой, опираясь на те знания, которые получили дети. То есть мы открываем карты, изучаем, смотрим, какие же это условия были в Восточной Европе, в каких условиях жили люди в то время. И сравниваем, анализируем, смотрим, что сейчас есть, какие здесь условия. И дальше читаем, опять же, в тексте нас направлен на сравнение этих двух эпох, двух территорий. Например, «Однако жизнь людей в этой благодатной лесистой местности была тяжелой». Это вот где, как жили рыцари уже из текста 4 класса. «Множество королевств, которые образовались здесь, непрерывно воевали друг с другом. Внутри королевств непокорные сеньоры, герцоги и графи тоже воевали друг с другом, даже с королем. Как это похоже на междоусобные войны русских князей?» То есть мы тоже сравниваем с вами с теми, спрашиваем детей, вспоминаем, а какие были междоусобные войны русских князей, каких князей вы помните, а в какое время правление у них было, давайте нанесем на ленту времени. То есть мы анализируем и в сравнении познаем, открываем новые знания, обогащая предыдущие знания, потому что что-то новое мы будем при сравнении находить какие-то общие черты различия и включаться как раз в изучение новой темы. Опять же, есть мера помощи для детей. Одно из заданий, чтобы понять, как именно мы будем сравнивать, что мы будем изучать, повторять, какой материал, здесь предлагается работа в группах. Разделитесь на группы и ответьте на следующие вопросы. Обсудите ваши ответы, какие океаны и моря окружают Западную Европу, каков ее рельеф. Найдите на карте самый обширный, равнимый, высокий город. То есть как мы будем сравнивать, вспоминать, какой материал Западной Европы, соответственно, сравнимый его, эту территорию с Восточной Европой. Ну и, конечно, в четвертом классе, тогда, когда выходит на первый план человек, то есть мы изучаем именно человека, строение человека, человеческую деятельность, общество, как развивается, и как воздействует окружающий мир на человека, как человек воздействует на окружающий мир. И поэтому все задания, которые, посмотрите, предлагаются в начале, в четвертом классе, в начале рабочих тетрадей, здесь как раз на это направлены. От каких объектов неживой природы зависела жизнь древнего человека и зависит жизнь современного человека. То есть вот эти взаимосвязи мы прослеживаем. Напишите, что дала природа человеку, чтобы он смог сделать. То есть стул, станок, то есть второй класс мы изучали, помните, состав, что такое тело, вещество, что из чего состоит. Но здесь, в четвертом классе, мы уже смотрим, именно с какой точки зрения. Повторяем материал, но что дала природа человеку, чтобы он мог сделать. Что именно она дала, да? Запомните таблицу средств передвижения древнего человека, средства передвижения современного человека. Тоже мы здесь заполняем таблицу, вспоминаем исторический материал, который был пройден, но уже, опять же, может быть, транспорт, только уже с другой точки зрения, то, что было уже изучено в третьем классе, когда мы говорили об условиях жизни, как они менялись, как развивались, какой был прогресс, как изменялись разные средства передвижения, техника и так далее. Ну и хочу закончить свое выступление словами, здесь вот есть цитата из, опять же, беседы с учителями Леонида Владимировича Занкова. Здесь он приводит пример, в его беседах он ориентируется на русский язык и математику, но, тем не менее, это очень хорошо перекликается и с нашим курсом, потому что в целом мы говорим о системе, которая едина для всех курсов. То есть, согласно широко распространенным дидактическим и методическим взглядам, условиям прочности знаний служит их ограниченный объем. Чем больше знаний дается школьнику, тем больше времени понадобится для повторений, которые обеспечивают прочное сохранение памяти. То есть, вот если вы в традиционной системе, да, подход. Однако наша беседа приводит к другому заключению. Вспомните то, что говорилось об изучении материала по русскому языку. Здесь приводится пример, я думаю, что вы найдете время, перечитаете эти беседы с учителями, очень много можно для себя подчеркнуть. Понятие корень и слова, однокоренные слова были прочно усвоены школьниками без многочисленных однообразных повторений, а именно благодаря тому, что они соединились со знаний школьников с понятием приставка и суффикс, окончание, и при этом становились все глубже и точнее. И тоже мы с вами, много сейчас я приводила примеров, как обогащалась тема почвы, например, да, или жилой, неживой объект. Осмысленное и прочное овладение знаниями о связи, вычитания, о сложении, существующим умениями и навыками явилось результатом накопления новых сведений, выполнения новых операций, ранее неизвестных школьнику, и составление настоящего примера, нахождение значений и так далее. И, значит, и в русском, и в математике прочное знание достигнуто не петен нагромождение повторений, а благодаря широте знаний. Ну, то же самое относится к окружающему миру, поэтому я желаю вам с вашими детьми интересно работать на уроке, привлекать их все больше и больше к тому, чтобы было осмысленное изучение материала. Посмотрю, есть ли у вас вопросы ко мне, постараюсь на них ответить. Так, ну, здесь технические вопросы, такие, которые уже отвечены. Спасибо за внимание. До свидания.